Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить на тему, откуда и почему столько зла в мире. Ведь современный человек почти уже не знает, что такое раскаяние, что такое покаяние. Не знает, потому что его научили видеть источник всего нехорошего не в себе самом, а вовне, в чем-то безличном, по отношению к чему сам он всегда только жертва. Если плоха жизнь, если вокруг нас столько зла и страдания, то это потому, что общество несправедливо распределяет материальные блага, пищу, одежду, квартиры, автомобили. Если страдает человек, то это потому, что наука не все еще объяснила и разрешила. Если человек не чувствует себя счастливым, то потому только, что недостаточно уяснил законы, управляющие миром и жизнью. И надо всего-навсего вдолбить ему эти законы, перевоспитать так, чтобы сознание его стало научным, прогрессивным, всецело подчиненным теорию, которая раз и навсегда объяснила, в чем зло и как его уничтожить. Поэтому в нашей цивилизации не осталось места для глубокого вздоха, с которого в христианском опыте жизни начинается все то, о чем и сам призыв Христов. Помните его Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Без этого вздоха, без этого пробуждения совести невозможно объяснить себе тайну зла. Невозможно и начать борьбу с ним. Здесь заканчиваются все теории, все философии, все рассуждения. Здесь начинается то, что одно только способно новым светом осветить жизнь и дает силы не только заново осмыслить ее, но и по-новому жить. Откуда же и о чем этот вздох? Конечно, все разговоры и рассуждения о нем бессмысленны, если не признать, как самоочевидность наличие в человеке той внутренней глубины, того таинственного духовного органа, что издревле зовется совестью. Жить по совести. Совесть так велит, совесть замучила, очистит совесть. Почти невольно так всегда говорит человек, так и сейчас говорит он, сколько бы ни внушали ему, что зло объективно, и познание, как и уничтожение его, задача объективной науки. Далеко не всякий человек даст так называемое научное определение совести. Но нет человека, который не ощутил в себе хоть раз в жизни, хоть на минуту, на секунду, на мгновение некий голос, который невозможно заглушить и который звучит, как голос последней правды, последнего беспощадного беспристрастности своей суда. Нет, это не просто голос разума, которым мы часто оправдываем, так часто оправдываем в своих гладких рассуждениях любое зло. Не просто голос морали, морали, которую нам, как нам все время разъясняют, можно вывести из чего угодно, из классовой борьбы, интересов нации, экономики. Нет, потому что в том-то и уникальной совести не сводимость ее ни к чему другому, что она одновременно и нечто самое глубокое во мне. Как бы я сам на последней своей глубине и то, что обращено ко мне, как голос, призыв, увещание, словно бы кто-то другой во мне судил, звал, оценивал, просвещал меня. И здесь становится понятным одно – совесть есть, и это не выдумка, не надстройка, не субъективное переживание. И в конечном итоге сознательно или бессознательно, но только с совестью и ею одною по-настоящему оцениваем мы себя и других, хотя и заглушаем ее всевозможными самооправданиями, вроде «с волками жить, поволчевоить» или «примитивными, ничего не объясняющими теориями», убегаем от нее в пьянство, наркотики, буйные увеселения, а порой и разврат. Такое бегство, однако, бесполезно. Совесть есть. И вот внезапно приходит от нее этот глубочайший вздох. Это пронизывающее, как молния, сознание нашей глубочайшей вины, неправды, внутреннего уродства, но одновременно страстное желание освободиться от этого времени, очиститься, возродиться. Отсюда и начинается раскаяние. Оно делает самое очевидным для нас то, что к разгадке тайны и сущности зла приводит не разум, не мораль, не идеология, а только совесть. Таинственный свет, который горит в душе и никогда не угошается до конца всей тьмой, всем безобразием падшей жизни. Совесть – это загадочный голос, про который неизвестно, откуда он приходит и как становится слышен. Но вот он говорит, и мы слушаем, обличает, и мы соглашаемся. Это голос, который дает нам силу оценивать себя изнутри и вверяться этой оценке. Именно так. Именно совесть, совесть и потому с раскаяния начинается приближение наше к той тайне зла, о которой мы все время говорим в последних передачах. Но об этой тайне и ее раскрытии мы поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok